Это такой большой вопрос, я думаю, как на него коротко ответить. Вообще, я считаю, что вот недавно отмечался юбилей окончания Второй мировой войны, которую у нас неправильно называют Великой Отечественной. Эта война связана с таким количеством жертв, с таким количеством смертей, что после этой войны лет на 150 надо было записать Конституцию, что ни в каких внешних военных действиях Россия участвовать не может. Мы потеряли столько людей, что едва ли удастся вообще все это компенсировать. Это если смотреть исторически. Если смотреть, ну что ли, с позиции сегодняшнего дня, ну как известно, наши военные погибают опять-таки в Украине. Не хватало еще погибать им в Сирии. У нас абсолютное большинство людей, я думаю, не назовет столицу Сирии, вообще не опишет ее характеристики. За что умирать, ради чего? Умирать можно за родину, умирать можно за свою семью, за детей, а за какую-то далекую Сирию, ну это непонятно. Поэтому, ну есть, конечно, и другие соображения. Вообще, ну допустим, вот не знает кто-то, да, вот я не знаю устройства этой техники. Не все знают, как она устроена, тех, которые вы снимаете. Но кто-то и знает. А вот по большому счету, а в чем интересы России в этой далекой арабской стране? Что там такое происходит? Чему нам нужно защищать? Это просто какая-то такая рокировочка, вот ДНР, ЛНР, вот там как бы будет меньше внимания, больше внимания будет Сирии. Да вообще нельзя вести никакие войны. Вообще задача России, вот у нас говорили о национальной идее, потом перестали об этом говорить, потом опять говорили, потом опять перестали, потом стали говорить скрепы. Но речь идет именно фактически о национальной идее, российской идее. Просто этой темой занимался и занимаюсь больше 20 лет. Это моя докторская тусия. В этом вопросе я профессионал. Главная составляющая обновленной российской идеи – это обустройство, это качественное развитие. Мы на протяжении 500 лет непрерывно расширялись. Вот с маленького московского княжества в XIV веке Россия начала собирать земли, дошла до Тихого океана, до Северных морей, до Южных песков, до Финских болот. И с конца XIX века это расширение прекратилось, началось преимущественно обустройство. А вот последние 70, а потом еще плюс 20 лет – нет обустройства. Мы живем за счет продажи сырья, за счет распродажи углеводородов, которые не можем даже переработать. У нас нет новых идей, новых технологий. И мы агрессивны, и мы влезаем в какие-то конфликты. Вот это совершенно не нужно делать, исходя из стратегических целей России. Повторяю, цель России – обустройство. Но политика должна быть такая, чтобы все страны, которые нас окружают, были нашими друзьями, чтобы они помогали России выходить на новый уровень развития, на новые качества развития, восстановление всего потери. Прежде всего надо спасать свой народ, потому что у нас идет вымирание. Вот Сирия в этой стратегической карте, в этой своеобразной дорожной карте, она просто не помещается. Нет, ее она не нужна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова